Привет! Что делать, если ты ненавидишь свою работу? Просыпаясь в понедельник с утра, ты думаешь, зачем мне туда идти? Что я там забыл? Я не хочу туда идти. И тебя как будто что-то заставляет туда идти. Единственное что-то это твоя заработная плата, естественно. Других причин ходить на эту работу абсолютно никаких нет. Ты приходишь туда, ты испытываешь только негативные чувства. Не дай бог еще начальник пришел в плохом настроении, наругался на тебя, наорал просто так, без причины. А если еще и причина есть, то вообще жопа полная. На работе находиться невозможно. Живешь от выходных к выходным, и в выходные ты хоть как-то чувствуешь эту жизнь. Гуляешь, отдыхаешь и так далее. Ну а перед тем, как я отвечу на вопрос, естественно, нужно завести машину. Потому что вот эта вот надпись вы должны увидеть. И мне она нравится, как воспроизводится. Но суть не в этом. Продолжим. Традиция есть традиция. Как я поступил в таком случае? Кто не знает, я работал вначале в сметном отделе, сметчиком, да. Потом инженером-проектировщиком несколько лет. А сколько несколько? Именно лет 8, наверное. Даже не помню. Я уже несколько лет не работаю. И счастлив, собственно говоря. После увольнения, на самом деле, я как будто вот начал жить. По-настоящему. Реально. Я вот сижу, работаю дома. Да, я не снимаю офис принципиально. Мне нравится работать дома. Сижу, работаю дома. В любой момент я могу встать, выйти. Погулять. Просто вышел, погулял. Поработал 3 часа, встал, пошел в тренажерный зал, занялся спортом. Отлично провел время. Потом нет, сходил с утра в баню, да, там с мужичками посидел, попарился. Ну, в общественной бане. Просто замечательно. Замечательно вообще. Поэтому вот в этот момент я и чувствую жизнь. Ну, и на самом деле, еще есть другая причина. Зарабатывать стало намного больше. Вот это, конечно, существеннее причина. Но и свобода в твоих действиях, она тоже имеет очень позитивную... Позитивно откликается на качестве жизни. Ну, так вот. А что же я сделал для того, чтобы уволиться с этой работы? Вот так вот просто взять, встать и сказать, все, пошли вы все, я ухожу. Так делать, конечно же, нельзя. Потому что у многих из вас, ну, у меня была семья. Есть, да, семья сейчас. На тот момент, когда я работал, тоже была. Ну, и сейчас есть та же самая семья, кстати. К счастью. Вот. Двое детей, у меня жена. Вот. И мне нужно было выйти на стабильный доход какой-то. И вот по вечерам я приходил с работы. Вначале это был 13-й год, это было 12-й, да. Это был интернет-магазин, да. Я заказывал товары в Китае. Часы там, всякие игрушки и так далее, и так далее. И продавал их через одностраничные сайты, ну, уходил на почту, отправлял. Это все было очень в ручном режиме. Изматывался дико после работы, представляете, приходить. Потом это было Авито, да. Я через Авито уже продавал товары. Потом и так далее, и так далее. В общем, было достаточное количество проектов. Да. И на протяжении этого времени я все время пытался уйти, уйти с найма. Какие-то проекты удавались, да. Вот эти интернет-магазины хорошо в свое время принесли денег. Потом какие-то проекты проваливались. Сто процентного результата не бывает ни у кого, да. Что-то, какой-то бизнес работает, какой-то не работает. И потом, естественно, я наткнулся на YouTube. Ну, а дальше вы историю знаете. У меня несколько YouTube-каналов, которые приносят стабильный доход. Есть онлайн-школа и так далее. То есть, я полноценно, полноценно сейчас работаю только с этими проектами. И что же делать вам? Я бы посоветовал также не уходить, не говорить, что типа, все, до свидания. Ни в коем случае. Просто приходить после работы, работать, искать себя, да. Кому-то, может быть, понравится разрабатывать сайты, кому-то понравится работать на YouTube. Но, честно сказать, YouTube может приносить очень серьезные деньги. И если вам нравится YouTube, вы знаете, что делать, да. Естественно, ссылочка находится в описании под этим видео. Но самое важное, это действительно переходить после работы, пробовать. Либо приходить после учебы, пробовать, зарабатывать, обучаться. Постоянно обучаться нужно, потому что мир стремительно меняется. Ну, вот, это исключительно мои рекомендации, мой опыт, который я прожил. Потому что это, ну, невыносимо, сам по себе знаю, невыносимо сидеть на нелюбимой работе. Если работа вам нравится, вообще никаких проблем. Ну, я думаю, если вы смотрите это видео, значит, работа вам не нравится. Поэтому вы его пересматриваете. Ну, так вот, почему-то я это все к тому, что надо увольняться. Ну, увольняться не резко, а вот постепенно, да. И разрабатывать деньги в интернете, это так же, как и ходить в спортивный зал. Вы приходите новичком, и я бы рекомендовал каждому новичку обрести там либо тренера, либо смотреть видеоуроки, да. Я вот так, собственно говоря, когда ходил в тренажерный зал, занимался, я, естественно, первым делом, что я пошел с другом, который занимается в качалке. Если такого бы друга у меня не было, естественно, я бы взял тренера, да. Вот, так же и в интернете нужно найти какого-то себе наставника и вот с ним работать. Потому что, ну, подойти к гантели, чтобы она тебе прижала, ну, смысла в этом большого нет. Ты не накачаешься особо, и здоровья тебе это не добавит. Ну, как бы навредишь только себе, растянешь сухожилия и так далее, да. И большие веса тоже не возьмешь. Так же, кстати, и с заработком, да, денег в интернете. То есть нельзя сразу прийти и сказать, типа, я хочу зарабатывать 100 миллионов долларов, ну, или хотя бы 100 тысяч рублей. А сколько ты до этого заработал, ну, там, в своем бизнесе? Ну, ноль. Ну, понятно, что не заработаешь ты в ближайшем мере, там, не знаю, в ближайшем неделю ты точно этого не заработаешь. Да, тут нужен опыт, нужно работать так же, как и в тренажерном зале. Соточку ты сразу не поднимешь. Нужен какой-то, какой-то период времени, чтобы мышцы привыкли. И так же и с мозгом, да, чтобы обрести опыт какой-то работы и так далее, и так далее. Понимаете, да, наработать какую-то базу знаний своих личных и опыта для того, чтобы зарабатывать такие деньги. Да, какие любые деньги, да, там, 100 тысяч рублей, если вы хотите, это вполне реально в интернете. Вполне. Поэтому, если вы хотите с ютубом поработать, ссылочка на ютуб находится в описании. Ссылочка на ютуб. Ссылочка на обучение по ютубу находится в описании под этим видео. Ну, на этом у меня все. Давайте. Будет еще одна традиция у нас глушить машину, да? Давайте будем глушить машину в конце видео. Ладно, все, пока-пока. Давайте, пока-пока. Пока-пока.